А следующий наш фрагмент 7 по 15 стихи. И мы его прочитаем. И мы его прочитаем. И мы его прочитаем. И мы его прочитаем. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Когда отдала море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судимы был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Еще один очень сложный фрагмент. Можно сказать, что 20 глава одна из сложных для понимания в книге Откровений. Мы приступаем к толкованию этих фрагментов, однако не обладаем все необходимые информации, всеми подробностями, которые нам хотелось бы знать. И этот фрагмент отвечает на три вопроса, которые возникают у нас о последних днях. Первый вопрос. Почему освобожден Сатана? Обратите внимание на глагол, использованный в седьмом стихе. Будет освобожден, то есть он не сбежал, его освободили. Нам бы хотелось, конечно, верить в то, что Сатана за тысячу лет смог бы извлечь какой-то урок, пока сидел в темнице. Однако он ничему не научился за этот период. Сатана сразу же отправляется из темницы своей, сразу же отправляется обольщать народы. В седьмом стихе. Просто такова его природа, такова его сущность. Это свойственно его природе. То есть пока он находился в тюрьме, никакой реабилитации с ним не произошло. То есть он не исправился. То есть не было там ни душепопечительства в тюрьме. Потому что каким он туда отправился, таким он оттуда и вышел. Поэтому можно сказать, что сущность его в сердце, в центре своем. А он обольститель, лжец. Это настолько свойственно ему, что он не может этого не делать. И когда он обольщает народы, то главная его цель поднять их на восстание против Бога. Он инициировал данное восстание. В седьмом стихе два вот этих слова, Гога и Магога, он считает, что это просто указание на огромное количество людей. Потому что вот в этот период уже не будут такие народы или государства, как вот сейчас, например. В это время уже не будет ни России, ни Америки. Просто масса народа. И много их очень. Число их огромное. Я думаю, что он был освобожден, чтобы показать свою сущность. А вот мы с вами живем в то время, когда еще много-много лет, прежде чем описанное в Откровении произойдет. Однако мы уже с вами знаем, какова сущность сатаны и какова его природа. Мы знаем, что он лжец. Мы знаем, что даже тысяча лет заключения в темнице не смогут изменить его природу, его сущность. Потому что не будет покаяния у сатаны, не будет перемены в поведении. Он просто ждет, когда же его, наконец-то освободят, для того, чтобы снова делать то, что он творил и прежде. Для этого его освобождают. А еще один вопрос, который вы уже задавали, почему Земля была населена неверующими? Я убежден в том, что во время последней битвы многие люди умерли, но не все. И для того, чтобы снова наполнить Землю, нужно было не так уж и много изначально людей. А вот в этот период, тысячелетние царства, они жили во время царствования Христа. И скорее всего, присутствует какая-то форма нравственного закона в этом царстве. А в девятнадцатой главе, в пятнадцатом стихе написано, он пасет их жезлом железным. То есть, они живут по закону. Но этого недостаточно, чтобы изменить их сердце. И вот сейчас мы подходим к тому, о чем говорил Андрей, что Бог показал глубину человеческой порочности. Вот миллионам людей предоставилась такая прекрасная возможность жить под правлением Иисуса Христа. Однако, как только был освобожден Сатана, эти миллионы пробудились для бунта. То есть, им нужен был только такой предводитель, который стал бы сосредоточен для их восстания. И людей тянет к Сатане, так же, как навоз притягивает мух. И они поверили в то, что они могут победить Христа. И они поверили в то, что смогут победить Христа. Они march across the breadth of the earth и surround the camp of God's people, в восьмом стихе говорится, что И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. То есть, они были уверены в том, что они одержат победу над Христом. Каким бы благим ни был Бог, Христос, они не хотят покоряться Ему. Или смиряться пред Ним. Это свойственно душевному состоянию человека. Или естественному состоянию, природному состоянию человека. Человеку-грешнику свойственно противиться Богу. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com И третий вопрос, на который отвечает этот фрагмент. Праведен ли последний суд Божий? В одиннадцатом стихе мы с вами читаем о великом белом престоле и сидящем на нем. Так, великий белый престол и Бог-судья. Здесь люди, которые отвергли благодать Божью. Вот для этого суда мертвые воскресли. И здесь говорится о том, что судились они сообразно с делами своими. Море отдает своих мертвых, смерть и ад отдает мертвых. И судим был каждый по делам своим. Тринадцатый стих. Это будет день, которого каждый неверующий человек не хотел бы. Это будет суд, на котором не хотел бы каждый неверующий человек оказаться. Они надеялись, что такой день не наступит. Потому что каждый неверующий человек надеется, что ему никогда не нужно будет предстать перед Богом. А так как они отвергли благодать Божию, то они апеллируют только к собственным делам. Все, что у них остается, это их собственные дела. Поэтому здесь и говорится, что они судимы были сообразны с делами своими. Вы хотите быть судимы за то, что вы делали? А хотите ли вы быть судимы по принципу, поверили вы в Иисуса Христа или нет? Поэтому если ваше имя будет записано в книге жизни, то тогда вы избежите озера Огненного. Однако если кто-то не уверовал в Иисуса Христа, а следовательно и имя его не записано в книге жизни, то его ожидает озеро Огненное. А так как все согрешили, то значит нет надежды для тех, кто отверг Иисуса Христа. Значит, это суд для всех, когда-либо живших людей. Наказание, которое они получили, было обещанным наказанием. В Откровении 14 главе Бог говорит о том, что если вы примете начертание, зверя, то вы будете наказаны навечно. И на протяжении всего периода скорби это ожидало неверующих людей. Бог давал обещания, Бог давал предупреждения. И теперь вот то, о чем Он предупреждал их, исполняется. Бог, как и прежде, удовлетворяет требования своей совершенной праведности. Тысячелетнее царство, можно сравнить, наверное, со вторым шансом, который был предоставлен людям. Однако это доказывает то, что люди, которые противились Богу, кому свойственны, такими же и остались. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok